Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прерывных транспортных технологий. Виды городов будущего давно уже будоражат умы человечества, но дело в том, что реальные изменения в планах градостроительства вносятся лишь тогда, когда в этом возникает самая насущная, уже крайняя, я бы даже сказал, необходимая. Сейчас как раз такой момент наступил. Виды пробок в городах таковы, что мы уверены, что наш проект ожидает блестящее будущее. Ну, во-первых, потому что с существующими транспортными проблемами уже дальше двигаться некуда. Во-вторых, количество разрабатываемых транспортных технологий будущего таково, что неизбежно по всем законам диалектики это должно перейти в новое качество. Ну, и в-третьих, неоднократно мы говорили о преимуществах подвижного состава вообще транспортной системы SkyWay перед конкурентами и убеждены в том, что альтернативы SkyWay нет. Тем не менее, нет-нет, да и раздастся голоса, вопросы или предложения, а не был ли, допустим, Unibus лучше бы, если бы он передвигался не на стальных колесах, а, допустим, на воздушной или на магнитной подушке. Я тоже решил предложение свое высказать, я думаю, гениально, и придумал стул на магнитном подвесе. Вот только нужен ли он и какова будет цена вопроса, неплохо было бы сначала спросить у специалиста. Анатолий Эдуардович, некоторым сторонникам нашего проекта кажется, что ему не хватает какой-то изюминки, экзотики, что ли, типа левитации в магнитном поле. Не могли бы Вы рассказать, если рассматривали подобное решение, каким был бы Unibus на магнитной подушке и чем бы он отличался от утвержденного варианта на стальных колесах? Нет, конечно, я это рассматривал и рассматривал давно, наверное, впервые лет 35, если не 40 назад. Ну, когда, собственно, идея пришла, я искал, как подвесить транспортное средство относительно путевой структуры. Естественно, рассматривал все возможные системы подвеса. Это магнитная подушка, это воздушная подушка, это стальное колесо, это пневматическая шина, это электрическое поле, тоже можно подвешивать. Я даже рассматривал экзотику, антигравитацию, ну, возможно, когда-то ее откроют. И анализ показал, что наиболее оптимальный вариант – это стальное колесо. И, кстати, потом я публиковал статью, есть такой журнал российский, это основной научный журнал в области машиностроения. Машиностроение и автоматизация. Да, ну, это машиностроительный журнал, здесь только вред коллегии, 5 академиков российской академии наук. И здесь есть моя статья «Оптимизация транспортной системы». То есть я показал, как, исходя из законов физики, оптимизировать транспортную систему. И здесь я рассматривал, как раз, все эти системы, о которых я говорю. Здесь даже вот показаны схемки. И показаны преимущества той или другой системы, в том числе финансовое, как бы отличие, во что это выльется в деньгах и так далее. И оптимальное решение, и к такому выводу я пришел давно, около, ну, более 30 лет назад, все-таки для скоростного движения в условиях земли, оптимально всего остального колеса. Скажите, а как наличие магнитной подушки, сказалось бы, на стоимости эксплуатации выдвижного состава? Да. Магнитная подушка в разы, даже не в разы, а на порядок, даже чуть-чуть больше порядка, увеличивает расходы энергии на движение, как ни странно это звучит. Довольно, более чем в 10 раз? Да, более чем в 10 раз. Я могу это показать с помощью схем. Надо нарисовать, тогда будет более понятно. Так, сейчас мы нарисуем схему работы поезда на магнитной подушке. Это балка, мощная балка, на которой, в которой едет поезд на магнитной подушке. Ну, я нарисую то, что в транс-рапиде. Так, это то, что разработал Семенц. Поэтому, это ёбка у нас. Я условно нарисую, естественно, там пропорции примерно соблюдают. Это ёбка, ну, это, собственно, салон. Вот эта часть является паразитной, на самом деле. Потому что она даёт дополнительное сопротивление. Причём у неё очень развита поверхность. Поэтому трение есть не только лобовое, ещё сопротивление, но ещё боковое. И зазор небольшой, всего 10 миллиметров. В который засасывается воздух. И, естественно, он создаёт сопротивление. Так вот, для того, чтобы поезд был подвешен относительно путевой структуры, рабочие катушки размещены снизу, а не сверху. Потому что они использовали обычные электромагниты. Электромагнит только притягивает, он не отталкивает. Поэтому надо поднять вагон, поднять, и тогда появляется зазор. Для того, чтобы была противосводная система и не было боковых столкновений, то ставятся ещё здесь катушки. Чтобы понимать, катушки — это не какие там катушечки, это вот такие блины с медной проволоки, и к каждой катушечке идёт кабель, к каждой. Потому что каждая катушка работает индивидуально. Так вот, для того, чтобы эта вся система работала на малой скорости, у него и всё, и есть, и колёса. Поэтому, по большому счёту, это ещё и колёсный транспорт, который потом убирается, как шасси в самолёт. Вы не знали этого? Нет. Вот, а это даже есть. Так, а теперь нарисуем юнибус, у которого этой красоты нет. Красота в кавычках, естественно. Вот, вместо этой балки рисуем наши струнные линзи. Так, нарисуем. А из Афинска написано, что красота есть предельная функциональна. Так что вот она настоящая красота. Да. Я так считаю. То, что функциональна, то и красива. Значит, вот колёса. Вместо катушек. Ну, ясно, что дешевле. Причём колёса. Транспортное средство едет через километры друг от друга. Поэтому колёса стоят тоже километры друг от друга. А здесь куча катушек через место. И противосводная система. Тоже в колёсе. Так, и теперь давайте рассмотрим потери энергии. Я бы взял сначала электрические потери энергии. Электрическую энергию вырабатывают на электростанции. Для того, чтобы подать в транспортную систему, надо на электростанции поднять напряжение до миллиона вольт. 500 кВт. Естественно, потерять в трансформаторе. Потом передать на тысячи километров туда, где и проходит трасса. Естественно, потерять энергию. Потом понизить. Опять потерять. Опять потерять энергию. Потом отдать кабели. Потерять энергию. Поэтому эти потери, если взять КПД энергетическую трансферопида, то первая потеря это вот на передачу энергию и трансформацию энергию. Это минимум 50% теряется, значит КПД где-то 0,5, это в лучшем случае. Дальше я рассказываю про линейный этот двигатель. Зазоры здесь большие, это не десятая доля миллиметра, и катушки, у них тоже теряется энергия, это часть линейного привода электродвигателя, потому что без подушки он просто сядет и не сможет ехать. Поэтому вот эти потери из-за больших зазоров и большого количества катушек тоже в лучшем случае КПД будет 0,5 в этой части, значит нажимаем на 0,5. И еще остаются потери, это тоже многие не знают, что оказывается для того, чтобы двигаться вагону поездной магнитной подушкой, вот в системе трансропит, нужно в катушках менять частоту тока. Мы привыкли, что мы меняем напряжение, это легко, трансформатор взял, понизил или повысил напряжение, да? А здесь надо менять частоту тока, это более сложная задача. При этом в зависимости от скорости частота тока должна быть другой, и поэтому должны быть коммутаторы и преобразователи частот, чтобы следить, в какой скорости едет вагон и в нужном месте дать нужную частоту на катушке. Поэтому они вот почти с ума сошли, когда проектировали, они это делали лет 50, наверное, поэтому, естественно, там с ума сойдет. Надо рассчитать, сколько герц на каждой части. Да, так именно этим и регулируется скорость. Надо бегущий магнит на поле. Все гениально должно быть просто. Правильно. Значит, там тоже, в лучшем случае, КПД 0,5. Когда мы перемножим, получим 0,125, это 12,5%. Мы возьмем. Так? Нет, я в другую, с другим сравнению. У паровоза современного 15 КПД. Паровоз. Это паровоз только электромагнитный, электрический. Ухудшенный вариант. Да. Первое поколение. Да. Нет, старый паровоз был 5%. Это уже современный паровоз. Это первое поколение нового транспорта, поэтому уже, чем последнее поколение предыдущего. Предыдущего, да. Детских болезней. Да. Так, теперь переходим к нашему транспорту, к юнибусу. Здесь, я беру электрическую часть. Здесь у нас стоит мотор-колесо. КПД у него. КПД. Эналитическое мотор-колесо. 96%. У нас эти мотор-колесы разработаны. Они у нас есть. Это наша разработка в том числе. Равенция вроде там небольшая. Там 15-96. Вернее, 12,5% и 96%. На самом деле очень большая, потому что надо не так сравнивать. Надо сравнить по дереве. И вот отношение это, дельта, к чему равен. Надо от 100% отнять КПД. 12,5. Так? Чтобы, ну, потерю определить. И от 100% отнять 96. И получается, здесь будет 87,5 на 4 и примерно 22. Значит, всего лишь 22 раза лучшее стояное колесо. С энергетической точки зрения. А теперь этого недостаточно, чтобы сравнить. Не есть еще потери. Тоже существенно. То есть это еще не все. Потому что главное оказалось не вот это, как подвесить относительно полотна, а главное оказалось аэродинамическое сопротивление. И это тоже я давно понял. Есть физики. Это школьный курс физики. Мощность равна сила на скорость. Поэтому, если скорость одна и та же, а сила сопротивления разная, то нужна разная мощность, чтобы двигаться. Причем, если лениненная зависимость. Так вот, если взять аэродинамику, допустим, пользуясь на мысльной подушке, то есть полотно, есть вагон и есть юбка, которую охватывает полотно. Поэтому тут мало того, что есть экран, тут еще есть юбка, на нее тоже очень много тратится мощности, безусловно. И поэтому ЦХ в лучшем случае здесь, в лучшем случае, равен 0,5. В лучшем случае. Если взять юнибус, который фактически двигается по воздуху, и он имеет специальную форму, то ЦХ это мы получили экспериментально. На самом деле мы получили ЦХ 0,04. Даже чуть меньше, открою секрет. 0,03. Но есть колеса, есть колесные ниши, есть щели в дверях и так далее, есть воздухозабор. Есть хоть и не полотно, а узкие рельсы, но они тоже есть, они тоже немножко экранируют и так далее. Поэтому идет ухудшение, ухудшение. Ну вот эти все, нет, у нас выступающих деталей нет, у нас есть как бы токосъем, но нет токосъемника. У нас многие вещи вроде есть, а вроде нет. Поэтому оно электрифицировано, а контакт на сети и так далее. Они есть, но аэродинамику не ухудшают. Нет, они есть, но их нет. Многие вещи так делают. Поэтому есть немножко ухудшение, но так они на нас все, должна быть небольшая интрига. Так вот смотрите, если взять эту формулу, то очевидно, что при прочих равных условиях, если мидель один тоже, площадь поперечной сечения, мы исходим с того, что они одинаковые, то мы видим, что в 10 раз, поскольку сила сопротивления линейно зависит от CX, то у нас сила сопротивления ародинамического будет в 10 раз меньше, чем у поезда на магнитной подушке, трансляпидной, в 10 раз. При этом надо в 22 раза мы меньше тратим, теряем энергии. Поэтому на самом деле, если эффективно сравнить грамотно, надо 22, он говорит, еще на 10. То есть разница на два порядка. Поэтому что-то дошло до Илона Маска в этой связи, и его инженеры, наверное, что-то там уже накопали и объяснили, поэтому он выступил в такой речи. Мы имеем магнит, и мы имеем обеернень. В чеме вы выбираете стелли обеернень, или вы выбираете обеернень? Это очень вопрос. Продолжение следует... 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 Если вы пытаетесь создать компанию, то важно ограничить количество чудеса в серии. Поэтому вы хотите начать с чего-то, что-то наиболее эффективное, а потом измениться. Повторяю, это я понял еще более 30 лет назад. Сделал вот этот анализ. Анатолий Эдуардович, а как создание магнитного поля отразилось бы на стоимости строительства самой трассы? Ну, здесь эстакада, потому что магнитная подушка, можно только на эстакаде фактически создать. Стоимость эстакады возрастает тоже на порядок, даже на полтора порядка, это в десятки раз. И этому есть тоже простое объяснение, потому что наряду с мощной балкой, традиционной балкой мостовой, по которой, ну, собственно, движется подвижной состав, нужно еще прокладывать кабели высоковольтные, устанавливать катушки для подвешивания вагона. Причем катушки ставятся достаточно часто, где-то через метр, вот такого размера. Всевозможные переключатели, коммутаторы и так далее. Ну, представьте, там, если тысячи километров трассы, вот там вот, ну, под миллион катушек. Причем таких больших, медных. Поэтому, естественно, это дорого. А вообще, зачем такие уважаемые организации, которые Вы упомянули, в частности, создатели Трансрапида, и грамотные, трудолюбивые и умные народы, в частности, и немцы, и японцы, тратят время на подобные вещи, если она настолько все неэффективна и дорого? Термин очень красивый. Магнитная подушка. То есть все из-за красоты. Лирика. Ну, есть физика, есть и лирика. Инженеры тоже люди. Им тоже что-то сделать хочется красивое такое, интересно, да? И вот это как бы мнение, это как раз мнение, ну, от неопытности, да? Что магнитная подушка, она уменьшает затраты энергии. Ну, что там, подвесил, толкнул, но она сама поехала. Ну, это не так. Вот только нужен ли вам стул на магнитной подушке? Ведь и колесный неплохо справляется со своими обязанностями. ЕВЕКТА ЕВЕКТА ЭВЕКТА ЕВЕКТА Субтитры создавал DimaTorzok